Моя компания участвовала в этом тендере. Проблемы между мной и Байдаком были, как и у других участников. Это естественно, в этом нет ничего удивительного. По каким вопросам возникали проблемы? Ну, чаще всего из-за бюрократических препонов, то бумажка не оттуда, то справка не эта. А вот последний тендер, у вас же были все шансы его выиграть? Мы его не выиграли. А почему? Ну, тендер есть тендер. Он выявляет сильнейшую компанию. Вот у меня тут несколько другая информация. У вас может быть какая угодная информация. Я говорю, это что есть. Ну, по-моему, вам нечего предъявить моей клиентке, кроме необоснованных домыслов. Мне кажется, надо как можно скорее закончить эту беседу. В противном случае мне придется подать жалобу за незаконное удержание моей клиентки. Да, да, конечно. Конечно. Вы можете быть свободны. Пока. До окончания расследования, пожалуйста, Москву не покидайте. И Максим Евгеньевич. Очень хочу с ним поговорить. Вы не передайте. Ладно? Хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Сейчас подробно расскажи мне, пожалуйста, что ты говорила на допросе. Для меня это очень важно, потому что я следующий бартер. А что, сама не принесла? Ее же отстранили. Первый раз она так четко лицо увидела. Я думаю, из-за стресса. Иванович, можно? Давай. Нашли свидетеля, который вчера вечером видел машину, которая остановилась напротив окон офиса Абакумова. После этого слышал хлопок. Ну, машину запомнил? Невнятно. Он в возрасте. В машинах не разбирается. Говорит, что темного цвета, вроде как новая. Ну, а Стрелка видел? Видел, но писать не может. Но если показать, то вспомнит. Сам-то он где? Здесь, в дежурке. На вот, возьми. Покажи, может опознает. Это робот какой. А лицо какое-то знакомое. Это мой телефон. Прям как дети. Люсь, ты с ума сошла? Я, конечно, был в зоне Абакумова с байдаком, но не настолько, чтобы их убивать. Оставьте. Хорошо, расскажи мне все, как было. Что тут рассказывать? Абакумов с байдаком заверили нас, что мы выиграем тендер на госзаказ. Но мы захотели расширить сферу деятельности с Мартой, чтобы деньги рекой потекли. У нас, конечно, были до этого какие-то мелкие дела с Абакумовым, но это все не тот уровень. Условием для выигрыша тендера было наличие у компании специального оборудования, производственных мощностей. Мы решили пойти в Абакумов, взяли огромный кредит, вложили собственные средства, покупали оборудование, заводы. Думали, что покупаем это все... Думали, что покупаем это все у разных компаний, а на деле это оказалась компания-конкурент. И владел ею кто? Ваногилашвили. И что ты сделал? Что мне еще оставалось? Продал я все под демпинговым ценам. Понятно. Купить это у нас все могла только... Компания-конкурент. Молодец. Ладно, ты можешь предположить, кто мог бы желать смерти этим троим? Люсь, да если они нас так кинули, ты представляешь, сколько они еще так народу обнесли? У них врагов пол Москвы. Пол Москвы это много. Не удивлюсь, я себе полстраны. Поехали со мной в Париж. Макс, какой Париж? Ты думай, как в тюрьму сейчас не закреметь? Ясно. Да. Хорошо. Нет, спасибо, я сам. Коллеги твои звонили. Вызывают на допрос. Иваныч, свидетель опознал по фотороботу стрелявшего. Молодец. Опознать тоже великое дело. Да не он молодец, Люся молодец. А. Ну и что дальше? А, я вспомнил, где я видел этого человека. Помнишь дело убийства Котлова? Ну? Его расстреляли в автомобиле. Помни. Так вот, тогда проходил подозреваемый, некий Казанцев. Я его тогда отрабатывал. Но он тогда оказался не при делах. А сейчас оказывается при делах. Хорошо, ты его отрабатывал. Не, ну просто жена, семья, дети, хорошее прикрытие. Адрес есть? Есть. Поехали. А, поехали. Че? А. А. Да. Никаких новостей? Продолжайте поиски. Делайте все, что необходимо. Я плачу все расходы. Об этом вообще не беспокойтесь. Как только появятся новости, сразу же сообщите мне. Угу. На связи. Прошли сутки. Никаких новостей. Я организовала собственные поиски. Привлекла частные компании. С Эдуардом все обойдется. Марта, у вас с Максом серьезные проблемы. Если за вами что-то есть, Потапов рано или поздно до этого докопается. Люсь, я не дура, я все понимаю. Но я здесь действительно ни при чем. Как бы ни копал твой Потапов. Я не имею никакого отношения к этим убийствам. А кто имеет? Я не знаю, у нас действительно были серьезные проблемы после этого последнего тендера. Абакумов с Байдаком нехило нас кинули. Я уверена, что это не без участия Гелашвили. Да, Макс был в бешенстве. Мам, что случилось? Сашенька, ничего. Все в порядке. Иди занимайся. Люсь, Макс этого не делал. Я с самого начала говорила, эти три убийства связаны между собой. Но не так, как нам кажется. Месть, да. Они присутствуют, но в одном случае, не во всех трех. Может, ты им все расскажешь? Иваныч, с ребятами там как раз трясут этого Казанцева. Раскальт хорошо, а нет, ты поможешь. Саня, мне здесь делать больше нечего. Я вообще увольняться дома. Люсь, ты чего? Ты с ума сошла, что ли? Ничего, Сань. Если мне люди не доверяют, я не могу так работать. Так это оперативная работа. Если б меня застукали так за звонком другому человеку, точно так же отстранили бы. Видимо, тебя это устраивает, меня нет. Люсь, это работа? Ну, это прям твое. Ты одна это дело распутала. Люсь. Лай, все, давай. Пока. Люсь! Ну что? Ничего. Как видишь, пока без наручников. Понятно. Ладно. Все будет хорошо. Так, ну расскажи нам, где ты был вчера в районе 13.30? На работе. Да, а нам сказали, что ты отлучался на полтора часа. Так где ты был в районе 13.30? А, я в магазин ходил. Жене подарок купить. А, а что за магазин? А, а что за магазин? А, а что за магазин? Этот, где косметику продают. А, а, а что купил? А, да ничего не купил. Ничего не понравилось. А, а что за магазин? Ну. Я вспомнил, я не ходил в магазин. Я решил... Слушай, Казанцев, знаешь, что я тебе скажу? С твоих рук сделали смыв. Это во-первых. Исследовали твою одежду. Это во-вторых. И там, и там, я думаю, найдут следы пороха. В-третьих, только что дал показания свидетель, который видел тебя, как ты стреляешь в Абакумово. В ресторане Кабарга ты должен был убрать Геллашвили. Но кто-то его кокнул до тебя. Это в четвертых. А в каком ресторане? Кабарга. Этого достаточно? Че ты молчишь? Погоди, да подумать. А, ну давай, думай, да. Только недолго, ладно? Если че там надумаешь, давай с самого главного. Кто заказчик? Заказчика не знаю. Он мне только что идиотом сейчас назвал. Назвал. Я тоже слышал. Я такого не говорил еще. Погоди, кульдаю, сейчас поговорю. Протокол забрал. Ого! Булон у меня-то уже. Слышишь? Хочешь так? Давай так с тобой поговорю. Значит так, когда Байдак из окна-то прыгнул, он заказчик паниканул, и времени у него не было, чтоб через посредник на тебя выходить. Так что разговаривал с тобой напрямую. Будешь молчать, я тебя запечатаю на полную. Учти. Давай. Поехали. Добрый день. Здравствуйте. Я вас помню. Вы же работаете в полиции, да? Ну да. А у вас остались какие-то вопросы? Нет, я не по работе, я просто кофе купить. Присаживайтесь, я отправлю к вам официанта. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Я должен был это сделать. С тех пор, как он насмерть сбил мою жену и дочку, четыре года прошло. Я после того случая долго не мог к себе прийти. Думал, зачем мне жить в петлю лес. Потом взял себя в руки, но все равно в какой-то прострации жил. Я читал материалы дела. Галашвили утверждал, что машину у него угнали. В тот день его за рулем не было. Я его там своими глазами видел. Это он был за рулем, и он был пьяный. Но мне не поверили. А в ресторане вы его тогда первый раз видели? Нет. Он же приходил, я его обслужил. Постоянным клиентом оказался. Первый раз буквально задушить его хотел. Еле сдержался. Домой пришел, всего трясло. Я все продумал, а потом выжидал удобного случая. Угу. Люсь-люсь, осторожно, там пол мокрый. Ага. Охуй! Тетя Лен, спасибо. Пожалуйста. Надо срочно ехать в тендерный комитет. Кажется, я знаю, что случилось с бедоком. Вы дело раскрыть хотите? Ну, вообще-то у нас начальник есть. Вообще-то он отстранил меня. Ладно. И не надо на меня орать. Иваныч, можно? Выходи. Слушай, Люся говорит, надо бы в тендерный комитет съездить. У нее видение было. Какое еще видение? Проси у нее сам. Слушай, разберитесь как-то без меня. Съезди. Алексей Иванович, это валанчик, что ли, между вами? Вы там что-то не поделили? Все мы поделили. Она просто обиделась, что ее отстранили от дела. Ну, с нами-то она разговаривает. Вот я хочу узнать. А почему она с вами-то разговаривает, а? А, значит, теперь мы виноваты. Поехали, Иваныч. День добрый. Здрасте. Опять к нам? Вам, к вам. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Здрасте. Они пришли. Люсь. Да. Пойдемте. Добрый день. Добрый день. Вы же нас простите. Можно мы кое-что еще здесь проверим? Да, конечно, пожалуйста. Давай, понятых. Ну? Люсь. Лови стрелька большая маленькая. Прошу. Есть рыбка. Думаю, что золотая. Пройдите за мной. Вот сюда. Встаньте, пожалуйста. Помочь? Значит, так. Смотрим. Сейчас дадим большой пакет. Поехали туда. Опечатаем. А вы распечатаете. Хорошо? Прошу. Так. Давайте. Люсь. Слушай, а как ты догадалась-то, а? Да. Расскажи нам. Ну, чего? Байдак получил крупную взятку от Иванченкова. Как раз перед приходом Колбасников. Да, тихо, тихо, тихо. Все-таки наши коллеги. Да. Уэб. Угу. Ну, вот. А внизу дежурил сообщник. Байдак ему кинул конверт. Конверт зацепился за кондиционер. Он потянулся за ним и... А, так он за кондиционер зацепился. Угу. А то я как вошел, почувствовал сразу запах денег. Да. Какой-то страшный панический ужас. Ужас. Угу. А кто же их предупредил? А кто же их предупредил? Да я сейчас попробую угадать. Что-то в костюме, в галстуке, все сами. Охранник. Нет. Охранник. А, нет. Охранник. Все. Пойдем, колдунья. Мальчишки. До свидания. Счастливо. До свидания. До свидания. А второй мобильник где? В речку бросил. Так поехали. Поехали. Давай. Поехали. Поехали. Вы не умудшите. Продолжайте. Ну да, было дело. Чего тут скрывать. Он мне давно дал второй телефон, чтобы я его предупреждал, если кого примечу, из ваших или из проверяющих. Чтобы сказал, неважно куда они идут, чтобы сразу предупреждал его, ну, естественно, доплачивал за это, не жадничал. Ну, в этот раз позвонили. Да, позвонил. Все, 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 свободно. В общем, как я и предполагал, Игнатьич. Кто бы мог подумать. Он всю троицу еще с девяностых знал. Помогал им. Крашевал. Где он сейчас-то? В отпуск ушел. Сразу как байдак в окно вышел, тут же уехал. Да. Что собираешься делать? Попробуй наживца ловить. Удачи. Спасибо. Лаша! Наша! Я пью без сахара! Ты уверен, что он ничего не подзаливает? Сделали все, что могли. Сегодня посмотрим, как получится. Шуму наверху будет. Да нам-то что? Ну чего? Давайте начинать. Это я. Помощь нужна. Я, кажется, спалился, меня один мужик видел. Раньше не мог позвонить, боялся. А теперь... Слышь, я даже дома не был, по городу шарился. Что ты хочешь? Чего я хочу? Деньги я свои хочу. Ну и куда потом? Из Москвы свалю. Пыль осядет вернуть. Если он в 11 на парке. Лады. Сказал, придет в 11 в паркинге, в крытом. А что в 11? Значит так, работаем с ребятами из собственной безопасности, но вы их знаете. Больше не будет никого. Дело деликатное. Да, даже оцепления не будет. Поэтому важно, чтобы все правильно расставились на места. Тут на вас надеемся. Вы же местные. Ну, в некотором смысле да. Вопрос есть? Иваныч, может без Казанцева обойдемся? Это как страшно отпускать. Оцепления нет. Ночь, парк. Казанцева предупредили. Шаг в сторону, стреляем на поражение. Так что он не будет дергаться. Да. Казанцева это ваша забота. Все остальное мы сделаем сами. Как обычно, все лучше детям. Ну что еще? Да, жилетики не забываем. Иван, что? Ребятам тоже дадим. Все, погнали. А я? Алюша, ты сегодня здесь. Сегодня здесь. Всем все понятно. Работаем аккуратно. По обстановке. Давайте с Богом. По местам. Не волнуйся, веди себя естественно. Все разговоры с ним мы уже записали. Запомни. От этого зависит твоя судьба. Давай. Ну вот, в общем-то и все. Ну вот, в общем-то и все. Так что, в общем-то и все. И все. В общем-то и все. В общем-то и все. И все. В общем-то и все. Никого не привел. Да с собой следи. Хватило ума с полицией? Не факт, что он меня узнает. Дед трухлявый. Ну и что ты кипятишься? Да в Белый Лебедь не хочу. Вот и кипячусь. Никто не хочется. Дома знаешь где ты? Нет. В записи ничего такого не оставил? Нет, что я, идиот. Давай телефон. Зачем? Я его уничтожу. Давай, давай, не слышишь что ли? Тот идиот. Давай. Здравия желаю, товарищ Гайна. Ну, в общем, с коррупцией был связан еще с 90-х, а сейчас крышевал серьезных бизнесменов. Отец его раскрутил, поэтому зашифровал тетрадь и спрятал, а я ее нашел. Ну, а когда понял, что кирпичи рядом летают, он запаниковал. По факту генерал причастен только к смерти Абакумова. А падение Байдака и официант с Геллашвили только ускорили процесс. Вот и вся история. Значит так, Михаил Игнатьевич, возвращаю вам ваше честное имя. Спасибо, что вернули. В интересах следствия нужно было, чтобы какое-то время вы побыли главным злодеем. Даже отпуск пришлось имитировать. Да, ну и кто же мне теперь этот отпуск вернет? Ну, ладно. Молодец, Леха. Молодец. Лихо раскрутил. Да я-то что? Я за батю. А вот парни молодцы. Так это Люся молодец. Ой, Люся. Люся, у нас рентген. Да ладно. Да все молодцы. До завтра. Люся, зайди ко мне. Я вообще-то домой уже собиралась. Поздно. Барышня, вы пока у нас в отделе работаете, будьте любезны зайти к начальнику, когда он просит. Михаил Игнатьевич. Ну да. Да. Впрочем, завтра. Ох, в Лондоне тоже. Я бы сейчас с супчиком горячим. Да с потрошками. А я бы сейчас наверно. Я хотел принести извинения за беспочвенными подозрениями. Ну это лишнее. Давайте я уж сам решу, что лишнее, что не лишнее. Ладно? Хорошо. Извинения приняты. Я могу быть свободной? Да, секундочку, я сейчас вас обозвожу. Да, и насчет Марты и Макса тоже. Передайте ей мои извинения. Ну я с самого начала говорила, что они ни при чем. Ну, мало ли кто что говорил, а проверять нужно все. Да, я прекрасно усвоила. Факт и вещь упрямая. Да, факт и вещь упрямая. Такая у нас работа. Да. Так что вы передайте своему товарищу, что прошу он по тонкому льду. Аккуратнее надо быть в следующий раз. А вообще-то он мне не товарищ, он мне друг. А, друг. Друг-то он. Бывает либо до, либо после, как говорил Чехов. А это не ваше дело? Я должен вам сказать, здесь все мое дело. Да? Вы усвоите это. Да, здесь все мое дело. Все. Все. Ну и все. Ну и все. Знаете что, вы бы лучше вообще-то подумали о своей завтрашней свадьбе. Я, знаете, подумаю о завтрашней свадьбе, подумаю, когда будет завтра. А, хорошо. Тогда я улетаю в Париж. Меня мой друг пригласил, я считаю, это отличная идея. Отличная идея? Ну и езжайте в Париж, влезьте там на Эйфелеву башню. А другу передайте, чтобы он шел в триумфальную арку. А вы оставайтесь здесь со своей этой... С тремя товарищами. Арболь! Цык ты подумай, а. Делай это, а. А я все видел, я не усмотрел в глаза. Все очень просто, просто гроза. Идиот. Макс, привет. Погода-то трянеет. Этот еще, короче, неважно, в землю, сюда. Куда? В Париж вдвой. Ладно, звони. Да, Макс, что? А, прости. Да, что? Я еду. Надо было ввязываться, а. Тоже мне Супермен нашелся. Володь, ты как? Нормально. И этих нашли? Да, нашли сразу. Вов, вот как вообще у тебя с головой, а? Один на двоих полез. Чудо ты. Моё. Моё. Если вы мне поможете с визой, я готова вылететь прямо сейчас. Какой смысл? Ну, смысл в том, чтобы я могла быть на месте и могла руководить поисками. Нет, вы не понимаете. Я пыталась руководить поисками отсюда, но это не принесло никакого результата. Поверьте мне, если я буду там, поиски пойдут совсем по-другому. Простите, пожалуйста, у меня другая линия. Я вам перезвоню. Да, я сейчас разговаривала с нашим консульством. Они обещали мне помочь с визой. Как только у меня она будет на руках, я вылетаю. Что? Вы его ношли. Как он? Нет, никаких местных врачей. В Москву срочно. Сестрёнка, у меня такие новости! Меня тоже. Эдуарда нашли. Круто! Тихо. Всё хорошо. А где мои брюки, а? О! А ну-ка, иди-ка, Потапов, свои брюки сам наглаживай. Я на красоту опаздываю. Не-не, привыкай к семейной жизни. Будет колечко, будет семейная жизнь. Ага. И вообще, мог бы сегодня у матери остаться. Почему? Почему? Потому что примета плохая. Молодожены на коммунной свадьбе должны спать врозь. Кто? Телефон? А то, мало ли, меня украдутся, Ваня. Всё, я буду лежать. Да! Да. Ага. Да, конечно, ребят. Ну, конечно. Давайте, мы вас ждём. Да. Вы все приедете? А чё? Чё, мы не приедем? А, уехала? Да. О, Париж. А, ну да. Ну, хорошо, что уехала. Пока. Борисовна уехала. Борисовна уехала. Пу-пу-пу-пу. Я хочу сказать, Марта, если б не ты... Ой, ладно. Жив и слава богу. Хватит об этом. Не, не, не хватит. Когда корабль перевернулся, я оказался под водой. Знаешь, какая первая мысль пришла мне в голову? А как жаль, что я не умею плавать. Издевайся, издевайся. Нет, мне реально стало страшно. От того, что я не успел попросить у тебя прощения. Я тоже была хороша. Надо было сразу понять, что ты за человек. И не оскорблять тебе недоверие. А я уж точно не должен был обижаться, как ребенок. А я, а ты. Слушай, долго мы еще с тобой будем расшаркиваться друг перед другом? Нет, я хочу быть уверенным, что ты знаешь, что у меня характер не сахар. Ну, я тоже не ангел. Нет, ты ангел. Мой персональный ангел-хранитель. Люсь, только ты поторопись. У нас реально 15 минут. Самолет улетит. Не волнуйся, без нас не улетит. Ура! Да! Поздравляем! Ну, почему, дороганка, ну что? Что ты отзывал? Ух, в Лондон идти. Невозможно. Где они, а? Да уж, успокойся, успокойся. Видишь, я спокойно. Пушить хочется, прости. Ну что, Васька, посидим на дорожку и в Париж. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...